И о спорте. Новые правила, элементы шоу и волна эмоций. Именно это собрало более 12 тысяч человек на стадионе Анжиарена, где прошел матч между сборными футбольной национальной лиги и медийной футбольной лиги. Праздник футбола организовали блогеры, бывшие и действующие профессиональные игроки. Помимо основного времени, болельщиков ждала уникальная серия после матчевых булиталити. Как прошла футбольная феерия, расскажет Марат Чурюмов. Медиа футбол за последние пару лет достиг колоссальной популярности. Матчи с участием таких команд только в прямом эфире смотрят до 150 тысяч человек. Это связано с тем, что медийные клубы отходят от рамок классического футбола, а играют за них популярные блогеры и бывшие профи. Команды МФЛ неоднократно выступали на самых крупных стадионах страны. Теперь сборная лиги посетила Дагестан. Это, во-первых, показать наш продукт в новых регионах. И в Дагестане мы еще не были. Во-вторых, это, безусловно, принадлежность Динамо-Махачкала к Дагестану и к первой лиге, ну то есть к ФНЛ, команде, которая здесь как домашняя принимает нас. И это потрясающе. Вторая, точнее даже третья история – это, безусловно, погода. Сейчас ветерочек с моря заставляет нас одеться потеплеть, но тут нет ни снега, и светит солнышко. И прекрасный стадион – это четвертое. У МФЛ свои правила. Матч состоит из двух таймов по 25 минут чистого времени. Разрешены обратные замены. Также взятие любых ворот бонусным мячом считается за два гола. Каждая команда может воспользоваться им на три минуты. А послематчевая серия Буллиталити – вишенка на торте медийного футбола. Что именно будут пробивать команды, выход один на один с вратарем или пенальти – решает Монетка. Одна из вишек медиафутбола – это то, что игроки команд могут пересекать боковую линию и прям выходить на поле. И даже боковому суде приходится их оббегать. А во время забитого мяча вся команда бежит к игроку, забившему гол, и поздравляет его, подкидывают, празднуют по-разному. Дмитрий Тарасов, Антон Соснин и Александр Будаков – это именно те, кто играли более 10 лет на высшем уровне российского футбола. А блогеры-миллионники «Текила» Володи Эксиксель и рэпер Гуди добавляют составу сборной МФЛ популярности. Каких-то эмоций от самого матча я не получаю. Я больше получаю эмоции от того, что это проходит в Дагестане. От того, что люди здесь вовлечены, получают удовольствие, трибуны радуются. Ну, что, футбол снова пришел в Дагестан. Счет в матче открыла сборная ФНЛ. Форвард махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров отличился быстрым голом на третьей минуте. Кроме него и столичного клуба вызвали в команду вратаря Давида Волка и защитника Муталипа Алибекова. Приятно получить вызов в сборную ФНЛ. Да, это приятные эмоции. Тебя отметили, тебя выбрали лучшим. Конечно, это здорово. Во втором тайме сборная ФНЛ продолжила деклассирование соперника. Нападающий «Шинника» Эльдар Незамутинов на 51-й минуте после прорыва по флангу отправил мяч между ног вратаря. А спустя три минуты огорчил соперника повторно. Поставил точку в матче защитник все того же «Шинника» Дмитрий Шадринцев. 4-0 победа сборной ФНЛ в основное время. А вот серия после матчевых «Булеталити» закончилась со счетом 3-2. Профессиональные футболисты доказали вновь свое превосходство. Футболисты очень вдохновляют и хочется очень быть похожи на них. Кто сегодня играет нас на матч. Очень понравилось. Да, это новое. Я впервые в жизни пришел на матч сюда в стадион. Я очень рад этому. Очень хороший эмоциональный матч. Сейчас обе лиги уходят на зимний перерыв. В ФНЛ матчи возобновятся 3 марта. А начало пятого сезона МФЛ планируется на 20 апреля. Марат Челюмов, Иоанн Паньков, Паризат Курбанова. Время новостей. Каспийск.